Домашнее лечение, сохранение. Это стоит деньги. И все было бы хорошо, если бы работал бизнес, и деньги были. Когда бизнес закрыт, и я живу в долг, это получается неприятно, скажем так. С сыном случилась беда на Новый год, 2 января. Там очень сложная травма, переломы позвоночника, и была травма легкая, очень серьезная. Два месяца он лежал в Боткинской больнице. Потом мы его перевели в Центральный институт травматологии и ортопедии, в ЦИТО, где, в принципе, он проходил обследование лечения. Там должна была была сделана операция на позвоночник. Но когда наступила вот эта пандемия, институт был закрыт и перепрофилирован под коронавирусную больницу для приема коронавирусных больных. Все больные были выписаны, и до окончания всей этой истории с пандемией больницы закрыты именно под коронавирус, и люди, которые ждали операции на суставы, на позвоночник, на коленки, они выписаны домой. У всех разное к этому отношение и разное понимание ситуации. Кто-то пошел навстречу и сказал, что, в принципе, мы потом передоговоримся, мы все понимаем, потому что у людей там еще были закрыты другие помещения, еще бизнесы. Одно помещение я арендовал у частного лица, там человек навстречу не пошел, не захотел ждать. Жена и вот четыре ребенка, 12, 8, 5 и младенец, она сейчас категорически до последнего не хочет туда возвращаться. Бюджет проживания и жизни там сейчас очень маленький, и, соответственно, на остатки денег, которые я могу здесь как-то найти, я там ее могу содержать, а здесь, наверное, я просто их уже не прокормил бы. Мне очень сложно без нее, мне очень сложно пятый месяц без детей, я их не вижу, это реально сложно, морально сложно, но получается, что лучше пока оставаться не в России, но очень важно, наконец-то, на остатки денег. И если вы сейчас бываете, Продолжение следует...